Разложение на множители. Как вообще раскладывать число на множители? Ну, можно перебирать там разные числа, пытаться на них делить. Если на множители поделилось, значит, что-то стоит. Если на что-то поделилось, то вот, разложим. Но дело в том, что если у вас n знаков в числе, то тогда оно само порядка 2 в степени n. Поэтому вот это вот и это должно быть не число, которое мы раскладываем на множители, а число знаков. Число бит в точной записи знаков и стричный. Поэтому вот такие вот алгоритмы, они не будут эффективны. Они будут как раз перебор. Как сократить этот перебор? Никто не знает, как на квантовом компьютере. Но вот если квантовый компьютер все-таки не получится построить, то тогда, почему это важно? А что будет, если он поймает равну АНТ без всякого квантового компьютера? Тогда можно будет слабоить многие шифры криптографические. Потому что как раз многие системы шифрования и другие криптографические протоколы основаны на том, что трудно разложить число на простые должности. Ну вот, например, есть такая очень известная какая-то система РСА. Слышал как-нибудь? Это называется шифрование с орденом компьютера. Тут важно следующее. Есть какие-то два простых числа и есть их произведения. И вот их произведение взломщику известно. А если взломщик узнает еще и сами простые числа, тогда он все взломает, там прочтет шифры, украдет деньги и так далее. И если группы равны АНТ, то тогда он это сможет сделать, и тогда протоколы был ненадежным. Более того, квантовый компьютер угрожает именно вот этому. Значит, квантовый компьютер умеет расстануть и умножиться. Но есть еще другие хитрые физматические штуки, в которых на чем-то другом построена надежность. И вот их квантовый компьютер не сможет взломать. А вот если вы равно АНТ, то, в общем, вся эта фитография будет ненадежной, потому что, ну, грубо говоря, тогда любые ключи, значит, всегда есть такой крут-форс алгоритм для взламывания, перебрать просто все варианты ключей и надеяться, что один куда идет. Значит, такой алгоритм для взлома есть всегда. Но если P равно MP, то тогда можно этот перебор ключей сократить и, соответственно, взломать за осмысленное время. Поэтому если P равно MP, то практически никакой криптографии, возможно, не будет. Хорошо, значит, это вопрос, почему это важно. Ну, соответственно, если кто-то вдруг выяснит, что P равно MP, то тогда это тоже будет. Дальше будет революция в председании двух типов. С одной стороны, многие нужные задачи смогут решаться, а с другой стороны, многие криптографические протоколы станут невозможными. Если кто-то докажет, что P равно MP, то вообще-то более-менее ничего не изменится, все будет как есть. Но просто мы будем более уверены в том, что криптография работает, ну и что там просто так ничего не дается.